Про то, что глава компании «Инопрактика» Катерина Тихонова – это дочь Путина, заявляли давно и многие. С одной повторяющейся особенностью – если автором данного свидетельства становился человек статусный, то этот человек от своих слов немедленно отрекался. Ибо все статусные, то есть официальные лица в России, хорошо знают, как быстро можно стать лицом неофициальным. Очередное свидетельство с последующим опровержением сделал коллега Тихоновой по Всемирной конференции рок-н-ролла Манфред Мохап, который в беседе с корреспондентом Ройтерс несколько раз повторил, что Тихонова, которая также является одним из руководителей Всемирной конференции рок-н-ролла, это дочь Путина. В беседе с корреспондентом Ройбертс Мохап на прямой вопрос, является ли Тихонова дочерью Путина, ответил – да, я знаю ее, да, конечно. На уточняющий вопрос, пошла ли на пользу связь с президентом акробатическому рок-н-роллу, господин Мохап с воодушевлением ответил – да, конечно. Это было в воскресенье, 26.11.2017 года, а во вторник, 28.11.2017, после публикации этой новости, Мохап позвонил в редакцию и от всего сказанного отказался, объяснив, что было очень шумно. Иногда я не мог слышать, что сам говорю, – пожаловался Мохап. Два года назад те же внезапные провалы памяти продемонстрировал председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который сначала подтвердил родство Катерины Тихоновой с Владимиром Путиным, а затем, так же, как и сейчас, Манфред Мохап поспешно заявил, что ничего такого он не говорил, хотя и тогда, и сейчас у редакции есть записи их разговоров. Во время Людовика XIV в Бастилии сидел таинственный узник, которого называли «Железная маска», хотя, по другим источникам, маска на нем была из бархата. О том, кто был этот узник и кем он приходился королю Франции, существуют различные версии. Кто утверждает, что это старший брат Людовика XIV, сын Анны Австрийской и герцога Бекингема, кто полагает, что в Бастилии сидел близнец короля, а один французский историк сравнительно недавно написал, что под маской томился кардинал Мазарин. То, что с личной жизнью у детей королевских и царских кровей всегда обстояло непросто, это факт не новый, достаточно вспомнить печальные судьбы Федора Годунова и Ивана VI Антоновича. Принцев и принцесс, а также царевичей убивали по понятным причинам. У людей было желание вмешаться в процесс престола наследия. Но в России вроде бы не монархия, по крайней мере пока формально это не так. Откуда же такое стремление делать тайну из своих дочерей? Объяснение Путина, что он не хочет обнародовать сведения о своих дочерях, из соображений безопасности нелепы, поскольку, во-первых, о них информация все равно есть. А во-вторых, у других глав государства тоже есть дети, и они почему-то их не скрывают. К большому сожалению, так получилось, что этот довольно скучный и довольно мелкий человек играет весьма существенную роль в судьбе моей страны, а также и всего мира. Поэтому к внутреннему мирку этой серой личности приковано такое внимание. И то, что из всех глав государств в сегодняшнем мире Путин единственный, кто скрывает свое отцовство, это важный дополнительный штрих. Все нормальные мужчины гордятся отцовством, а Путин его скрывает. И дело, на мой взгляд, не только в том, что он не хочет привлекать внимание к личной жизни, бизнесу своих детей, а бизнес, по крайней мере, у младшей весьма не слабый. Будучи руководителем компании «Инопрактика», попечительский совет которого входят руководители Роснефти, Транснефти, Росатома, Ростеха, Сибура, Газпромбанка, Екатерина Тихонова ворочает миллиардами. Но это далеко не главная причина того, почему Путин публично не признает своих детей. В СССР, а теперь в России, была и есть категория людей, для которых иметь семью и публично признавать своих детей, считалось несоответствующим их статусу. Говоря на их языке, западло. Это воры в законе. Путин, для которого культура криминального мира, судя по многим признакам, является крайне притягательной, хочет соответствовать статусу тех, кто занимает верхние ступени в преступной иерархии. Тем более, что он сам в юности явно находился у подножья этой пирамиды. Мелкая шестерка, которая корчит из себя вора в законе, находящиеся во главе крупнейшего ядерного государства. Это одна из самых дурацких шуток госпожи истории. Игорь Яковенко